приветствую друзья с вами Эдуард Волков на 64 дне поста на соках то есть сегодня заканчивается 64 день и вот я как всегда вечерком с вами рассказываю вам о своем самочувствую и сопутствующие сказки о здоровье о медицине и сегодня начнем с того что чувствую себя хорошо замечательно то есть даже сверх того потому что начал коктейли пить второй день подряд там бананчик этого добавляют сиропа так что я в принципе так вполне можно жить то есть уже 10 килограммов сбросил за два месяца и продолжаю дальше продолжаю свой пост безвременно уже то есть посмотрим как как будут дела обстоять я сделал вяленое мяско такое и повесил его положил так что сейчас смотрю на него облизываюсь вот очень хочется попробовать уже кусочек но еще недельку две недельки полежит а потом буду на ваших глазах по чуть-чуть по чуть-чуть очень хочется попробовать ну значит сегодня сказку хочу вам рассказать о смысле продолжить то же самое о современной медицине чуть-чуть коснуться вопроса будущего до предвидения такое как что как я вижу дальнейшую судьбу после коронавируса всей этой нашей научной медицины которая сейчас буксует тормозит там что-то кого-то пробует то есть смысл всего все это возни вот насчет коронавируса и том что ничего лекарство лекарства от этого вируса его практически нет и быть не может то есть это должен быть комплекс каких-то мероприятий которые повышают так называемый иммунитет это единственный выход из этой ситуации да вот смотрим начнем с того что как происходит вот это в больницах у нас как все происходит то есть человек заболел его привозят на койку кинули анализы взяли и начинают таблетки какие-то давать что-то выписывать вот это все это это все то есть это очень легко да просто кинул человека на койку и давать ему чего-то там давать но мы знаем что многие там ездили по санаторием когда-то возможно еще при советском союзе может сейчас удалось вот есть сейчас оздоровительные центры различные но и там немножко по-другому происходит то есть люди как бы туда едут не надо здорово иногда не очень ну вообще люди не здоровы будем так говорить и что там там начинаются с процедур то есть вами занимаются конкретно в группах что-то с вами делать что-то каким-то образом повышают ваше самочувствие да то есть вот смысл в чем то есть не кинуть на койку просто человека в больничку и там ему таблетки дать лечись родной а начать с простых обычных вещей то есть первое что необходимо делать человеку попавшему в больницу это прочищать кишечник много уже говорил об этом да что все и большинство проблем людей с возрастом с возрастом накапливающихся появляются из-за проблем с кишечником что там загажена полностью что там находится но просто ужас кошмар обратно же повторю и покажу что происходит вот смотрите здесь у нас чистый кишечник здоровенький вообще не растянутый это это наверное молодой человек вот уже уже посмотрите это уже начинает похоже быть на давно не мытый туалет это кишек кишечник нормального человека то есть вот который даже и живота у него нет не видно живота нету это сам только он есть постоянно и пища задерживается прилипает вот уже растянуто немного это уже 45-летний человек и здесь уже видим что здесь уже клоака здесь уже мусорник конкретный это не может быть здоровыми если такого человека бросить на койку от 65 лет это уже черная это уже страшная нечто если такого человека бросить на койку что происходит у него там идет отравление его закидывают там антибиотиками разными таблетками давление разное хмеление там неизвестно что там кидают это не важно в принципе даже не важно это дело врачей будем так говори да у них есть своя методология и они этим занимаются их так научили такого то что научили это абсолютно не нелогично для них это логично да у них там уложилась уже 150 лет этой медицине и у них там эта концепция за концепцией браслова такая в общем стройная пирамида и людей каким-то образом в общем они там кого-то лечат кто-то вот таким же образом можно и самому дома отлежаться да иногда вот но смысл в чем что вот приходит человек при лу приходит пациент кинули его на койку и дальше что дальше его лечат а внутри грязь и отравление происходит продолжается то есть то что называют этим иммунной системой иммунитетом это все зависит только от кишечника вот представьте себе такую простую банальную вещь ну кто же кому же врачей нужно интересно заниматься с говном пациента вы умывать его кишечник из вот каждого приходит кто приходит его это щеткой там или что-то постоянно промывать то есть это не пансионат это не какой-то это это просто больничка пришел кинули и дают таблетки первое что начинается начинается нужно с того что прочищать кишечник и вот я вам просто вот думаю как как будет выглядеть медицина будущего то есть изначально человек попадает ясно всем сразу что он отравляется если у него животик есть чрезмерный вес есть все сразу же без разговора суток трое занимаются именно прочищением кишечника дают там какие-то это у них есть какие-то свои препараты там я хотя я лично то есть мне интересно только соки только натурально вот но если есть какие-то препараты ускоряющие все это полностью прочищение ради бога хотя я еще раз повторяю я не верю в эти сказки о том что может быть что нечто такое что может тебя просто ты с таким пузом а из-за комарков все это вот вымыть одним махом просто не верю у меня два месяца а у меня еще сейчас выходит и живот уменьшается кишечник растянут а он же знаете что это труба такая которая перевязана веревками мышцы такие вот и между этими мышцами растяжка идет и там в этой растяжке вы видели до видео там вот лежат вот эти каловый камень остается не досмотрели в конце может покажу и вот это все вымыть просто невозможно а еще если она черная а еще если она вот такой вот есть на стенках все это висит и она впитывается все а если впитывается это значит отравляется попадает в кровь в лимфу в кровь и всасывается клетками эти все отравы то есть организм не может выводить потому что он выводит через мочу через скал через дыхание через пот это четыре основных таких я больше как бы не знаю ни других методов и вот человек если мало пьет мало выводится с и с мочой если у него запоры вообще эта проблема а в реальности должно еще вот так работать что вот сегодня скушал завтра с утра у тебя старого уже ничего нет вот так должен работать по хорошему то есть если понемножку по чуть-чуть кушать организм голодный нормальный такой зверь он все это должен перерабатывать успевать и все выводить вот ну ну еще баньку входить по хорошо бы сходить ну вот смотрите и первое что при попадать человек больницу сразу кишечник промывается промыли кишечник второе это берется простая процедура параллельно или уже потом и вот такой простой бульбулятор то есть нужно заставить легкие работать их как можно заставить работать или пробежка физически что-то сделать или же вот простой метод бабушка какая-то состав ее бегает она не сможет а дай в группе им все вместе вот эти вот бульбуляторы такая баночка да вот посмотрите через полгода год вот таких вот будут в каждой больнице в каждой они будут иметь после этого коронавируса после того как они дойдут до того что легкие нужно тренировать и что усилий нужно делать потому что обычный человек он делает такого не так мышиное дыхание то есть у него поверхностное дыхание вот здесь вот работает а вот здесь вот вот эти мешочки легочные они как тряпочки висят и это тепличка для заразок а потом думают почему человеку человека там вирусы развиваются хотя вирусах я уже в прошлый раз говорил то есть для меня вирусов как бы как класс не существует это название такое определенных отмирающих клеток да как вот трупы эти самые они просто умеют у них код есть они отбиваются размножаются разбивают обрастают этим жирком и белком и разбирают еще клетки оболочки клеток ближнележащих то есть и получается вот это желе в легких разные вирусы есть вот но смысл в том что поняли да в легких человек не дышит и у него обрастает тепличка появляется очень хорошая потом говорит откуда почему люди так мрут да тут вот сделали сами такую ферму для этих не выводится у человека вот это все и она остается ну вот понимать кишечник грязный дыхание мышиная и все и вот человек то сам так что первое что получается что когда человек попадает больницу его нужно сначала прочистить полностью источник токсинов убрать заставить его тренировать его дыхание насколько это возможно групповая терапия не групповая всех брать и просто-напросто потихонечку на меру возможности их тренировать но прежде всего нужно вычистить потому что вместе с этим нельзя то есть нельзя заставлять человека дышать если он отравлен потому что с кислородом это отрава еще больше интенсивнее попадает и он себя вообще будет будет плохо чувствовать вот это будущее это должно так быть таблетки эти все они дают только из-за того потому что это уклады такие потому что уже очень давно это все как бы зародилась сейчас уже не то время когда люди голодные ходят сейчас проблемы с лишним весом у людей поэтому сто лет назад это не то время когда зарождались витамины и когда бизнес на витаминах очень хорошо шел а еще в двадцатых тридцатых годах витамины знаете чем что такое витамины были когда еще химия не очень было разве это были сиропы это был рыбий жир натуральный то есть вот эти концентраты это витаминами называлась это уже потом ну и что проблемы были с цингой проблемы совсем так что людей нужно было докармливать придумали витамины чтобы там продуктами не париться вот тебе банку рыбьего жира сиропов набрали и докармливали людей голодных сейчас уже не то время да и витамины и сейчас уже стали делать из витамин c которым простуды лечили сейчас уже делается сейчас уже делается из витамин c делается из муки представляете то есть из зерна вот это все перебраживает и вот тебе пожалуйста витамин c какой здоровский получается витамин да то есть должен быть из яблочек а нет он делается из из муки также как витамин d делается и шкур но это я из информацию взял только из источников открытых то есть я на самом деле не был не смотрел вот такая есть информация представляете насколько это аферизм пошел дальше раньше было из сиропа вот это витамин c это сиропы а сейчас витамин c это уже мука перебродившие которые кормят бактерии эти бактерии и писают и какают кислотой которую называют витамин c и сейчас этими испражнениями бактерий кормят людей это то же самое как уринотерапия кто-то очень хорошо смеется да помогает да будет помогать как что не внуши человеку все будет помогать но реальность реальность нормальная все понимают что моча это то что выводится из организма это материал отработанный его можно опять же использовать да пожалуйста то есть кровь вот так вот у нас постоянно в объеке ходит и не все выделяется старые клетки раз распадаются и опять они попадают в лимфу то их фильтрует каким-то образом обратно в кровь пускает и также используют в круговороте но еще в плюс добавляется извне пища до отдыхание это только для обмена углеродом или там еще каким-то для процессов то есть получается что вот эти наши очень умные ученые они пришли к тому что можно витаминами сделать пару фабрик хороших сделать хорошую рекламу люди будут ходить себе покупать абсолютное плацебо бесполезно то есть представляете вот нас всю жизнь лечили витамином c от простуды а тут оказывается клинические испытания одна лаборатория 2 3 ничего 0 вот так вот это работает то же самое с нанотехнологиями представляете где-то там зародилась на на технологии в какой-то лабораторию начали раскручивать большие корпорации большие деньги все все началось распространяться по учебным заведениям теория потому что практике это еще ничего не существует не созданы инструменты для того что создавать вещи таких размеров маленьких это практически называется генная инженерия который тоже нет потому что нанотехнологии работать с теми размерами которые размерами вирусов то есть днк рнк вот этими кислотами где есть как говорят не слышен сам не видел не знаю есть какие-то коды которые можно там инженерить ими так вот никто не умеет это делать они простые ботаники они скрещивают закинули что у них получилось попробовали и так все происходит а нас кормят этими плацебо витаминами а нанотехнологии которые они ввели да то есть помните как путин чубайса загрузил тот говорит ой нанотехнологии будем впереди планеты все путин хорошо садись родной и поставила его над самым главным наноспециалистом в россии и что денег выделил кучу а там это еще несколько лет назад даже пять процентов не смог освоить а чтобы эти деньги как-то возвращать и он начал их вкладывать какие-то мероприятия там банки не знаю что в общем махорит чтобы только вернуть деньги путину чтобы он его сильно не ругал за то что вот извините лоханулись с этими данными технологиями конечно на это основе там какие-то продвижки есть там они что-то придумывать но сам процесс на на вы слышали последнее время она на он заглох то есть уже в телевизорах там раньше все это так рассказывали на 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 а так хоп заглох а почему все это заглох да потому что была одна одни какие-то умники которые работали над созданием биологического из химии из химии биологической жизни работали над созданием эти у них не получилось они создали стройную концепцию видимо там под кислотой этой каким-то у них в головах там все раскрутилось хорошо все устроили и теперь путин решил повторить дал чутбасу повтори если ты такой умный и хочешь продвигать этот не смог то есть эксперимент не удался и значит это все туфта и заглохла если бы такое было кто-то был еще те времена когда витамины вот эти продвигались умный и тоже занялся бы этим и все это раскрутки показал что туфту все всех этих витаминов плацебо да из муки кефирчики вон из молока делать бактерии закинули и вот я кефир получается из этих бактерий вот тогда вы это же витамины бы заглохли а так бизнес развился и теперь что ну шо хороших человек людей разве можно подвигать они работают бизнес у них люди верят о чем бы нет пускай корон пускай деньги свои платят то есть медицина в общем то работает вот именно на в таком режиме там если глубоко копнуть в каждую моя мечта чтобы взять ученых различного рода и устроить целый канал просветительский чтобы там вопросы задавали им детские дети чтобы им задавали вопросы чтобы они отвечали нормальным языком они своим том эзотерикой которую они придумали и самые умные там макрофаги там приходят волна там вирусы приходят они на страже стоят то есть они теорию добра и зла подцепили из религиозных источников да и поехали по ней создали но наука на основе религии возникла герметическая науки там в общем эта история но а смысл в том что какая война здесь строительство здесь завод нормальный организм это нормальный завод который вырабатывает энергию перерабатывают и строит строит свой организм вывозит мусор то есть а здесь концепция другая здесь война и мир бум бум макрофаги бактерии грибы разные страшные все летают то есть они ничего по сути не знают реальности то есть все эти концепции какой-то дядя сто лет назад сказал очень авторитетный они зацепились за это и это обрастает они пытаются это удокументировать это все она слабая слов слабее слабее все клеится а сейчас вот с коронавирусом вот тебе пожалуйста показал на весь мир люди что вы сделаете вот пришла проблема айт также пришел рак тоже придумали там не лечится вообще то есть не понимают смысла происходящего они что-то растет там а почему растет никто не знает давайте-ка мы организм весь химией бахнем притупим все его процессы может быть и в этот момент там волосы выпадают организм весь зачихает и вот это все расти перестань перестает то есть они затормаживают время 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 в это время деньги деньги идут человек последнее продает чтобы жить остаться бизнес отличный я не говорю что врачи все такие просто они же все зомбированы у них другого выхода нет они другого не знают их так учили это единственное что они знают у них нет нормальной концепции то есть они ревизию не делают где это что-то произойдет нобеля далее чуть-чуть там пересмотрели тут они стыковываются а да да крутим прикрутим и так все делается психологию возьмите психиатрию вот все это приватизировано на у научные работники все приватизируют полностью медицину то есть самолечением не занимайся ты что ой-ой-ой ты же себе наделаешь что-то да тупых полно давайте еще бояться что это самое вот как на западе да чтобы не случилось а вот это игры и так зажмут они потом своими законами свою своим вот этим всем что потом и дыхнуть не перднуть все ходят бояться и в рамках вот так вот такие шары гнеть у всех закатная а все болеют их платят работают платят кормят это работают на аптеку что это за за жизнь да такая а все гораздо проще если бы вот эти деньги все которые шли дотратились бы на профилактику на рекламу здорового образа жизни это все есть же какие-то идеалы спортсмены ребята которые там живут люди то есть их их подтягивать много среди них есть таких помешанных людей но много же и есть и нормальных людей посмотрите есть принципе собирательства вот это всего лучшего что может быть а что лучше может быть чем лечение без лекарств зачем лекарства лекарства это уже последняя стадия когда вот воспаление там операции все это такие это делать а обычных людей возьмите что-то недомогание взяли прочистили прочистили здесь заставили дыхать научили в этой же больнице как нужно себя вести что делать комплекс далее много же не нужно там бегать или что человек может дышать сам научиться вот эту штуку это же изумительный тренинг это же рост простые вещи и организм организму не надо лечить его нужно помогать лечить это и знаете играться в бога давайте мы будем боги и мы знаем как этот организм вылечить мы ему дадим столько того того там только давка вот это все поможет да хренатень все это это такой сложный механизм что вот это со своими вот этими сульфатами магнатами это все ерунда полнейшая что-то лечится что-то калечится неизвестно что вы делаете а он бедолага он старается а если ему помочь если вы не отравлять если вычистить все из него представляете вычистить из организма научить его дышать в водичке там бассейн при каждой больничке поплавать каждый день это самое через неделю человек начнет оживать просто из-за того что ему вычистит кишечник заставить его дышать давать стимуляторы растительного происхождения типа женщиня которые стимулируют рейши различные грибочки такие мелкие стимуляторы через неделю человек начнет оживать организм сам себя вылечит если тоже не конченная стадия когда уже все там гниет когда вот так вот это доводится в такое состояние вот это пойти такая штука очень интересная с этим с этой медициной с этими таблетками с этими прибылями сверх прибыльными events больше чем от наркотиков и наравне наверно с пищевой промышленность не знаю это хотя вряд ли что-то может с этим конкурировать но это же огромнейшие деньги причем здесь деньги в здоровье и здоровье людей причем и каждое государство должно заботиться о людях потому что это потенциал потому что это рабочая сила это рабы этого государства и чтобы жить их нужно держать в форме для этого должны реклама идти не на какие-то там и бупромы и плацебо еще остальные тысячи различных этих она здоровый образ жизни настроили стадионов площадок это хорошо да но никто же не учит людей рекламы нет нормальной программы рекламы нет оздоровительные центры эти это больницы это госпитали это не оздоровительные центры нужно оздоравливать людей больных а не лечить их организм это сам лучший лекарь он знает как сделать все только ему нужно помочь потому что мы отравляем себя огромными количествами пищи гниющие в нас внутри у нас до 30 килограммов калового камня вырезают у этих грубасов представляете сколько носить можно в себе любой человек у которого есть живот тут носит себя килограммы говна внутри и вот это если это вымыть все и оставить человека чистым поить его соками сколько хочешь сколько влезет пустить на это деньги на то чтобы человека приучить надо 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 учиться ты не не являешься животным ты привык жрать да много 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 жрать а ты возьми и перестань жрать просто пей соки вот хочется тебе кушать выпей стакан сока еще хочется еще выпей стакан сока сколько у тебя влезет ты почувствуешь что у тебя полный желудок то есть ты не голова не голодаешь на соках они имеют свою не ценность такую ты можешь коктейли пить ты можешь молоко пить это же все имеет калории имеет ценность пищевую поэтому нужно взять и людей помогать им понимать как это все происходит не нужно из них деньги брать не нужно с государства деньги брать за лечение там это самое нужно просто создать систему оздоровления они лечения лечить мозги можно это понимаете да что такое лечение мозгов было уже у нас такое вот 90-е лихие когда лечить надо говорит это по ушам ездить дурачкам лечение вот так вот происходит это лечение вот а я на 64 дне поста и вот просто меня злость берет на то что вот так все безлаберно и так все корыстно в нашем мире и столько людей гибнет просто-напросто из-за дурости из-за просто дурости это не от ума люди не понимают что происходит потерь можно было бы избежать но извините цивилизация задницы отъедаем толстеем не можем ничего с этим сделать слаб человек животен нет ведь не животные подсознательности большой процент подсознательность так ученые же скрыли нашу животную сущность подсознательности у нас много то есть мы не сознательное существо фактически за этим скрывается наша животность мы не можем что-то не кушать страх вызывает истерика кушать дайте а хочешь быть здоровы собачка когда она больная она ложится несколько дней лежит ничего не кушать хотя бы туда посмотри вот 64 день заканчивается и с вами эдуард волков и я продолжаю свой уже наверно бессрочный бессрочный пост потому что мне очень понравилось и вот таком состоянии пьешь а коктейльчик выпишет там бананчик размор замучен такой чуть-чуть яблочко там грушка ой как здорово с молочком это все а так вообще соки не пью только пью томатный сок ну вот буречки сегодня буречка сварился не буду что-то добавлять сольки сахару это же будет очень вкусно а вам желаю здоровья и до завтра всего хорошего